Добрый день, друзья! С вами Ольга на своем канале Садовые Развлечения. Обещала показать всходы виолы. Сегодня 17 августа. Сеяли мы ее 6 августа. Всходы появляются на 8 день. Кто хочет посеять виолу под зиму, самое время сейчас ее посеять. У меня земля клацман. Сею вот такие вот теплички. Виола лучше всего сходит под темным пакетиком в темноте. На улице стоит жуткая жара. Виола это не любит, естественно. Я из теплицы на несколько дней мне там постояла, помучилась 2 дня. Вот сегодня я ее перенесла на улицу. Держу под крышками, потому что сеянцы очень слабенькие. Нужно их сохранить от жары. Вот здесь вот, видно, солнышко больше попало. Прям здесь вот она немножко даже подвяла. Вот поэтому ее нужно землю всегда увлажнять, но не переливаем. Так вот. Следим. Почему сею виолу именно под зиму? Потому что я цветы выращиваю в квартире. В квартире жарко. Места нет. И вот я их уже не первый год сею. Ну, второй раз. Если быть точнее, под зиму. В прошлом году в квартире вся умучилась. Перетаскивала их то на балкон, то на полки. То обрабатывать. Здесь мало взошло. Но может быть поглубже то, что посадила. Может быть семена старые. По-разному сходы. В прошлом году я не запаслась вовремя семенами. Пришлось сеять ее в квартире. В этом году я уже, как говорится, намучилась в прошлом году. Уже запаслась семенами заранее. И в апреле месяц уже будет цветочка. В конце апреля ее можно продавать уже. Виола не боится небольшого даже минуса. Так что на продажу вообще отлично. Именно на апрель месяц. Буду потом переваливать вместе с вами. Покажу стаканчики 200-граммовые. И оставлять на зиму. Сейчас самое время сохранить полюбившиеся экземпляры. Вот я, например, мне нужна бакопа, петунья, алису. Которые пойдут со мной на следующий сезон. И мне нужно хотя бы второй экземпляр сохранить. Мало ли, в случае гибели маточника. Вот это вот бакопа вегетативная. Вот такая вот. Ой, цветет все лето. Просто влюбилась в нее. Такая красотка. Здесь вот калибр хуа. Как я черенкую. Беру стаканчики 0,3. Землю хорошую. Классман у меня. И закрываю так вот крышечкой. Калибр хуа тоже. Стаканчиком, вернее, закрываю. В стаканчике отверстие сверху. А там стаканчики тоже снизу. Вот так вот они черенкуются. Вот петунька. Кризитунья. Вот такая вот пушистенькая, вегетативная. Вот такая петунья полуночное золото. Корешочки уже тут. Такая полуночное золото. Калибр хуа. Бесподобно красивая. Пойдет на следующий год со мной. Такая бакупа. Махровенькая. Черенок алисума. Корешочки тоже тут. Теплица жаркая, поэтому ее перенесла сюда, в беседку, в прохладу. Вегетативный алисуматочник. Сейчас самое время черенковать полюбившиеся растения. Вот это калибр хуа. Еще калибр хуа. Стоят в теплице, без ламп. Но здесь им, как говорится, неплохо. Еще тоже крезитунья. Такая вот. Очень крупный цветок. Попробовала черенковать калематис. Корешки дал. Если смотреть, тут корешки прям нормальные. Тут калематис тоже. Тоже корешки есть. Ну, выживет он, не выживет, не знаю. Ну, для пробы. Такая клубневая бегония. Цветок огромный. Просто. Такая клубневая бегония. Махровенькая. Выращивайте цветы вместе со мной. Оставайтесь на канале. До свидания. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...